Здравствуйте! Вы на канале Stoffs Market. Сегодня был звоночек от заказчика по поводу установки печи. И возник вопрос, а как монтажник красит дымоход? Хочу показать на фотографиях, что тут ничего хитрого нет. Но все-таки по порядку. Начну с объекта, на котором это все произошло. В марте этого года поступил звонок обогреть вот такой дом. Красивенький, да? Красиво окрасили. Красивое застекление. Симпатичные. Ухоженные цветочки. Печка планируется. Установка бахта. Надо рассчитать смету. Смету рассчитали. Печь смонтировали. Фотография не в хронологии. Прокомментирую. Под бахту сделали монтажники подиум из блоков. Огнестойкая плита. Плиточку заказчик взял на стенах профиля. Рокул фольга. Огнестойкая плита. Как всегда, наш качественный дымоход компании FIERUM. Марка стали 430 толщиной 0,8. Состыковка идеальная. Идем 130 дымоходом. На патрубок печи поставили адаптер MAMA-MAMA. Кто-то задал вопрос, опять же, а зачем? Для того, чтобы перевести сборку дымохода по конденсату. Далее, одностенной трубой. Поворот. Кто-то вместо поворота ставит тройники. Здесь прочистка, заглушка. Тоже правильно. Но там идет резкий угол 90. Здесь плавный. И опять же, горизонт, который через стену, он так не забивается. Обычно забивается последний метр трубы, который возле шляпы на улице. Поэтому эти заглушки на улице, да, по вертикали заглушка нужна. Здесь смысла я не вижу. Закрыли проход декоративным фартуком. Так, по поводу, как окрашивали. Чаще всего окрашивают просто на печи. Закрывают пленкой стены. И вот такая площадь вот этой грязной краски, которая не по всей комнате разлетается. Монтажник очищает от жира нержавейку. Потом берет либо краску, жаростойку Элкон, либо Церту. У нее плюс 750 градусов и плюс 1200, по-моему, написано. И напыляет. Напыляет. Потом сушит немного феном. В зависимости от того, как краска, какая температура на улице, как краска прилипает. Несколько слоев. Выглядит с потеками. Но это потом высыхает. Здесь главное аккуратно наносить, чтобы не было вот таких ручейков на трубе. Равномерно, чтобы был слой. После первой протопки краска начинает выгорать. Это кремний органическая эмаль. Выделяет едкий запах. Им не дышим. Проветриваем. Буквально минут 30-40. Были моменты, на которые я обращу внимание. На адаптере. Если на трубах этикетка производителя внутри трубы, то на адаптере она снаружи. И вот один раз смотрю, монтажник забыл снять. Когда печку протапливал, этикетка просто отстала. И получился такой прямоугольничек. Не прокрас. Но прокрасить всегда можно. Был вопрос, звонил заказчик. Немного краска отстала. Чуть-чуть. Как прокрасить? Да просто баллончик взять жаростойкой краски и пшикнуть. Главное аккуратно. Вот. Все это снимается потом. И получается, что нет такой грязи. Все это на пленке. Вот видите. Краска уже после... Печка после протопки топится. Краска стала матовая. Практически идентична с цветом печи. Только печка красится более дорогой краской, которая не ядовитая. А печь не выделяет этого запаха. Она и грунтуется, и красится, по-моему, германской какой-то краской. Дымоход компании Firm. Так, это вот подготовка стен проходного узла. Плита Scamatec Super Silica. И вышел дымоход. На улице уже красить нет. Если у человека есть потребность полностью взять крашеный дымоход, чтобы по улице тоже был, конечно же, здесь будет заказ по предоплате на завод-изготовитель. Чтобы заводская краска была. Потому что такое количество сэндвича уже как-то неразумно красить. Стоимость дымохода крашеного плюс 30% к обычной цене дымохода из нержавейки. Тройник, площадка, консоли, побежали вверх, хомуты, стеновые хомуты, штанги и оголовок. Так, фотография дублируется. Вот защита уже роквула сверху фольгой. И вот как раз первая протопочка, когда краска начинает выгорать. Видите, да, окно справа, вон, створка открыта, проветривается. Но в помещении монтажник находится. Здесь уже, как сказать, излишки производства, или как рабочие моменты, что никуда не деться. Надо контролировать, смотреть. А почему вы не красите заранее в магазине? Пока доедет крашеный дымоход, он потрется. Будут царапины. Где-то краска слезет, поэтому зачем? Иногда бывает, что до установки трубы окрасит на полу, постелив защиту. Но лучше все это красить, конечно, на печи. Так удобнее. Конечно, видео непрофессиональное, освещения нету, там речи, не знаю. Здесь показать, как делают монтажники. Может быть, кто-то сам будет делать, хотя правильнее обращаться к монтажникам. По у кого-то, конечно, руки из того места растут. Зачем кому-то переплачивать, если я смонтирую сам. Ну, это нормальная тяга-то, да? А? Да. Ну, при всем, потому что все за полки открыты. Ну, так, из практики нормальная тяга-то, да? А, вот да, зуб я и выглянул, сейчас надо обратно. Мы сделали прямоток, чтобы дымоход прогрелся. Ага. Ну что, нормально? Нормально. Тяга нормальная? Кстати, тоже, сейчас отопительный сезон начался, начинаются звонки, да, какие-то моменты там дымоход чистить. Так, вернусь к дымоходу. Я, говорит, снимаю заглушку, а там все чисто. Грязно, забито вот здесь. Почему? Потому что люди зачастую, вот сейчас холодное время, там октябрь, ноябрь, декабрь начался, сегодня первое число. Люди поставили печку, заказали монтаж, допустим, а дрова еще не купили. Либо купили, но недавно. И эти дрова-то еще сырые. Они не горят. Начинают шипеть с влагой. Засаживают вот этот участок трубы. Кто-то, ну это через год, через два происходит. Не сразу, конечно. Если низкий дымоход, быстрее произойдет. Если неправильно сделан по высоте. Печка дымит. Дымоход прочистит. Кто-то шланг берет водопроводный просто. Начинает шланг толкать туда, потому что как залезть вот на эту высоту, да. Особенно там пожилому человеку шлангом прочищает. А там примерно пол ведра вот этой криозота осыпается сухого. Вот. Поэтому здесь с чисткой затягивать нельзя. Чем дрова хуже, тем это быстрее будет происходить. Дрова должны хотя бы лето пролежать под навесом в колотом состоянии. В колотом состоянии. По поводу звонков. Еще один звоночек был недавно. У печи дверка туго закрывается. Ребят, там все легко решается. Шестигранник. Берем шестигранник. Петли немного регулируем. Вот. Вот такие моменты по покраске, по звоночкам, которые от покупателей поступают. Хорошего дня. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует.